Наречия как часть речи С древнегреческого языка данный термин можно дословно перевести как «приглаголие», то есть слово, непосредственно относящееся к глаголу. В XVIII веке отмечалось, что наречия могут относиться не только к глаголам, но и к другим частям речи. В XIX веке появились различные трактовки наречия. В наши дни по-прежнему существуют разные взгляды на этот класс слов. Давайте познакомимся с одним из традиционных определений наречий. Наречие — это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия, выраженного глаголом, например, «идти быстро», признак другого признака, выраженного прилагательным или наречием, «очень смешной», весьма интересно, а также признак предмета, выраженного существительным, например, «котлета по-киевски». Наречия обычно отвечают на вопросы «как», «когда», «где», «куда», «откуда», «зачем», «почему», «в какой степени». Наречия не изменяются. В предложении они чаще всего являются обстоятельствами, реже — определениями. Приведем примеры употребления наречия с глаголом и его особыми формами — причастием, идеей причастием. «Мой брат прекрасно разбирается в технике». Наречие «прекрасно» обозначает признак действия, выраженного глаголом «разбирается» и отвечает на вопрос «как». В предложении данное наречие имеет синтаксическую функцию обстоятельства, в частности, является обстоятельством образа действия, разбирается «как», «прекрасно». «Завтра мы с одноклассниками пойдем в музей». Наречие «завтра» характеризует действие, выраженное глаголом «пойдем», а именно обозначает время данного действия, отвечая на вопрос «когда». В предложении наречие «завтра» играет синтаксическую роль обстоятельства. «Пойдем когда» — «завтра». «Посиди со мной рядом, пожалуйста». Наречие «рядом» обозначает предложение места действия, выраженного глаголом «посиди», отвечает на вопрос «где» и является обстоятельством. «Посиди где» — «рядом». Школьники, недавно прошедшими досмотр, могут быть допущены к соревнованиям. Наречие «недавно» обозначает предложение признак действия, выраженного причастием «прошедшее». Отвечает на вопрос «когда» и выполняет функцию обстоятельства времени. Прошедшие «когда» — «недавно». Весело подпрыгивая, мальчик приблизился к детской площадке. Наречие «весело» обозначает предложение признак действия, выраженного дейпричастием. Подпрыгивая. Отвечает на вопрос «как» и выполняет роль обстоятельства. Подпрыгивая «как» — «весело». Итак, мы с вами рассмотрели примеры, в которых наречие употребляется с глаголом и его особыми формами. Мы увидели, что с помощью наречий действия можно давать самые различные характеристики, выражая таким образом свои мысли ёмко и красиво. Например, в предложении «мой брат разбирается в технике» Мы можем констатировать не только факт того, что брат умеет это делать, но и оценить мастерство, употребляя всего одно слово «наречие прекрасно». «Мой брат прекрасно разбирается в технике». Как мы узнали из определения, наречие, помимо признака действия, может также обозначать признак предмета и другого признака, сочетаясь с существительными, прилагательными и наречиями. Давайте рассмотрим примеры употребления наречий со словами этих частей речи. Кофе по-турецки готовится особым способом. В данном предложении наречие по-турецки обозначает признак предмета, выраженного существительным, от которого оно зависит. Кофе какой? По-турецки. Здесь наречие выполняет функцию определения. Обратите внимание, что синтаксическая роль обстоятельства является для наречий не единственной, хотя и наиболее распространенной. К сожалению, костюм Андрею немного велик. Наречие «немного» обозначает здесь признак признака, выраженного прилагательным в краткой форме «велик», а именно указывает на степень проявления этого признака. Синтаксическая функция наречия в данном предложении — обстоятельства. Костюм велик как? Или насколько? Немного велик. Слишком мало сказать «прости», слишком много ответить «прощаю», слишком глупо просить «не грусти» и нечестно совсем «обещаю». В коротком четверостише использовано шесть разных наречий. Слишком, мало, много, глупо, нечестно, совсем. Посмотрите, насколько ёмкие и колоритны слова данной части речи. В данном примере мы трижды встречаем наречие «слишком», относящиеся к словам «мало», «много», «глупо», а также наречие «совсем», зависимое от слова «нечестно». «Слишком» и «совсем» обозначают признак признака, выражаемого наречиями «мало», «много», «глупо», «нечестно», а именно высокую степень его проявления. Все наречия в данном примере являются обстоятельствами. «Мало как», «насколько», «слишком», «много насколько» или «в какой степени», «слишком», «глупо», «насколько», «слишком», «нечестно как» или «в какой степени», «совсем». Для того, чтобы упорядочить свои знания и иметь более полное представление о наречиях, познакомимся с их классификацией. В частности, рассмотрим их разряды по функции и по значению. По функции выделяется два разряда наречий — знаменательные и местоименные. Знаменательные наречия называют признаки действий или других признаков. Например, «справо», «налево», «сгоряча», «назло», «вчера». Местоименные наречия, в отличие от знаменательных, не называют признаки, а лишь указывают на них. Примеры «где», «куда», «почему», «затем», «тогда». Давайте научимся отличать знаменательные наречия от местоименных. Рассмотрим примеры. «Я направляюсь туда». Какое наречие вы видите в этом предложении? Это наречие «туда». Называет ли слово «туда» признак действия? Нет, не называет. Мы не знаем, куда именно идёт говорящий. Наречие «туда» лишь указывает на направление пути. Значит, это наречие местоименное. «Я направляюсь домой». Найдите наречие в этом предложении. Это слово «домой». Называет ли наречие «домой» признак действия или указывает на него? Оно называет конкретное направление движения. Говорящий идёт «домой». Значит, это наречие является знаменательным. Теперь познакомимся с классификацией наречий по значению. Их можно разделить на два больших разряда — определительные и обстоятельственные. Определительные наречия характеризуют само действие, например, способ его совершения, сам признак, его качество, меру и степень. Примеры таких наречий — слова «красиво», «очень», «по-моему». Обстоятельственные наречия называют внешние по отношению к действию обстоятельства — место, время, причину, цель. Например, «вчера», «сюда», «сгоряча». Определительные наречия подразделяются на следующие разряды — качественные или образодействия, отвечающие на вопросы «как», «каким образом». Например, «быстро», «так», «вдвоём». Количественные или меры и степени, которые отвечают на вопросы «в какой мере», «на сколько», примеры «очень», «нисколько», «втрое». Обстоятельственные наречия подразделяются на следующие разряды — место, справа, там, наверху, времени, вчера, тогда, весной, причины, сгоряча, почему, потому, цели, на зло, зачем, затем. Как вы видите, с помощью наречий можно выражать множество различных значений. Разбиение на смысловые группы помогает нам систематизировать знания о наречиях. Давайте научимся определять разряды наречий по значению. Рассмотрим предложение. В следующем году численность учеников новой школы может увеличиться вдвое. Найдите наречие в данном предложении. Это слово «вдвое». Чтобы определить разряд данного наречия, необходимо выяснить, является ли оно определительным или обстоятельственным. Характеризует ли слово «вдвое» само действие, выраженное глаголом «увеличиться», или внешние обстоятельства этого действия? Наречие характеризует само действие «увеличиться вдвое». Эта характеристика является качественной или количественной. На какой вопрос отвечает наречие? Вдвое отвечает на вопрос «на сколько» или «во сколько раз» и даёт количественную отсылку действию. Значит, это наречие определительное, количественное. Рассмотрим ещё одно предложение. Я люблю гулять здесь. В какой группе мы отнесём наречие здесь? Обстоятельственной или определительной? Наречие здесь не характеризует особенности совершения действия глагола «гулять», а называет внешние обстоятельства этого действия, а именно место, где оно происходит. Я люблю гулять где? Здесь. Значит, наречие здесь является обстоятельственным наречием места. Итак, на сегодняшнем уроке мы узнали, что такое наречие, с какими частями речи оно употребляется, какую синтаксическую роль оно может играть в предложении. Мы познакомились с классификациями наречий по значению и по функции. Надеюсь, что дальнейшее изучение наречий будет вам интересно и поможет познать красоту и богатство нашего языка. Наш урок окончен. До свидания. Некоторые лингвисты, последователи известных учёных Льва Владимировича Щербы и Виктора Владимировича Виноградова, отделяют от наречия так называемую категорию «состояние», которая образует такие слова, как «холодно», «больно», «жарко». Слова этого типа отличаются от наречий тем, что они занимают несвойственную им синтаксическую позицию и выражают не признак, а состояние субъекта или окружающей среды. Например, «мне грустно», «ему жарко», «сегодня ветрено». Такие наречия называют также предикативными, поскольку они выполняют функцию сказуемого или, иначе, предикаты в безличном предложении. Местоименные наречия могут быть разделены на несколько классов. Эти классы имеют соответствие с разрядами местоимений. Личные — по-моему, по-твоему, по-нашему, по-вашему. Возвратные — по-своему. Указательные — здесь, там, тут, сюда, туда, отсюда, оттуда, тогда, затем, так. Определительные — по-всякому, всячески, всюду, повсюду, отовсюду, везде, всегда. Вопросительные или вопросительно-относительные — где, куда, откуда, когда, зачем, отчего, почему, как, сколько. Неопределённые — кое-где, куда-то, откуда-нибудь, зачем-либо, почему-то, как-нибудь. Отрицательные — с подразрядами «негде», «некуда», «ниоткуда», «никогда», «незачем», а также «нигде», «никуда», «ниоткуда», «никогда», «никак» и «ни сколько». Чтобы ближе познакомиться с наречиями, рассмотрим некоторые основные способы их образования. Приставочный способ. Им можно образовать одни наречия от других, например, «долго», «недолго», «как», «кое-как». Суффиксальный способ, которым наречия образуется от существительных «зима», «зимой», прилагательных «хороший», «хорошо», «числительных», «три», «трижды», наречий «хорошо», «хорошенько», «как», «как-нибудь». Приставочно-суффиксальный способ, которым наречия образуются от прилагательных «новый» по-новому, существительных «верх», «вверху», числительных «четверо», «вчетвером», глаголов «догонять», «вдогонку», наречий «долго», «подолгу». Ещё одним способом образования наречий является сложение суффиксации. Например, основы слов «мимо» и «ходить» образуют наречие «мимоходом». Давайте научимся определять способы образования наречий. Рассмотрим слова. Весело. Наречие «весело» образовано от основы прилагательного «весёлый» с помощью суффикса «о». Способ образования здесь суффиксальный. Недавно. Это наречие образовано от слова «давно» при помощи приставки «не». Способ образования наречия недавно приставочный. Впитером. Наречие образовано от числительного при помощи приставки «в» и суффикса «ом». Способ его образования приставочно-суффиксальный. Частенько. Наречие «частенько» образовано от слова «часто» при помощи суффикса «еньк». Способ образования наречия частенько суффиксальный. В припрыжку. Наречие образовано от основы глагола «прыгать» с помощью приставки и суффикса. Значит, способ его образования приставочно-суффиксальный.